Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем не только в формате обзоров тест-драйвов, но и в формате обзоров технически, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Куда смотреть при покупке поддержанного автомобиля» – это кроссовер, который одним своим появлением на рынке в свое время наделал немало шума. Несмотря на отсутствие практичности, как может показаться, именно эта машина так или иначе занимает умы людей, которые выбирают полноприводный высокий автомобиль в ценовом диапазоне 600-850-900 тысяч рублей. Встречайте, Infiniti FX в кузове S50. Infiniti FX в 50-м кузове, прозванный в народе фиником, выпускался с 2002-го, конца 2002-го по 2009-й годы. Эти автомобили пережили рестайлинг в 2005-м. Чисто внешне дорестайлинг и рестайлинг отличаются деталями. Например, на дорестайлинговых автомобилях разрезной подлокотник центрального бокса. На рестайлинге более практичный сплошной, который уже не издает такого количества лишних звуков и скрипов при езде по нашим направлениям. Также на рестайлинге отличается местоположение клавиш регулировок сидения. На рестайлинговых машинах они находятся в традиционном месте на боковине кресла. На дорестайлинге кнопки выглядят по-другому. Также видоизменилось управление магнитолой. На рестайлинге оно выглядит современнее. Поменялась и графика на мониторе центральной панели. Что касается двигателей, то здесь моторов могло быть всего 2. 3,5 литра и 4,5 литра на 280 и 320 лошадиных сил соответственно. И оба этих мотора бензиновые. Коробки передач на финиках были только автоматические. А привод мог быть задним либо полным. Причем версия с задним приводом могла быть только с младшим мотором объемом 3,5 литра. Однако такие автомобили в России официально не продавались. И если вы задались целью купить себе именно дилерский Infiniti, то привод на вашем автомобиле в любом случае будет на все 4 колеса. Наш сегодняшний экземпляр это FX45 2006 года выпуска. Автомобиль дилерский, это европеец, полный привод и 5-ступенчатый автомат. По традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля. Толщине и качестве покраски и тому, насколько хорошо или плохо он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается окраса и его толщины, то стандартная толщина ЛКП для Infiniti это где-то 100-150 микрон. Однако ирония заключается в том, что выбирая себе поддержанный Infiniti в 2021 году, вы очень вряд ли встретите где-то экземпляр в заводском окрасе. И скорее всего, подавляющее большинство автомобилей на рынке так или иначе имеют окрасы. Хорошо, если без шпаклевки. Поэтому основное внимание при выборе подобного автомобиля обращайте на его техническое состояние. Ну а если говорить о кузове, смотрите, чтобы автомобиль не имел явных очагов поражения коррозии и не был сильно бит. То есть, как говорится, кости должны быть целые. Ну а все остальное это уже дань прожитым годам и намотанным на одометре сотням тысяч километров пробега. Что касается стойкости к коррозии и вероятных мест появления ржавчины на вашем Infiniti. Каких-либо характерных только для этой модели мест, пожалуй, выделить сложно. Infiniti ржавеют, сказываются года и регионы эксплуатации. Поэтому при осмотре подобных автомобилей в первую очередь обращайте внимание на те места, которые вы проконтролировали бы на любой другой машине. Это состояние порогов, дверей, нижние кромки. Также не лишним будет проконтролировать состояние всех стыков металла с пластиком на кузове. Как, например, стык задней арки и пластикового подкрылка. Кроме того, если вы смотрите автомобиль и обнаружили подтеки ржавчины по стыку заднего крыла и бампера, при вскрытии подкрылка, скорее всего, вы будете неприятно удивлены тем, что творится внутри. Это конструктивный просчет, связанный с отводом воды. Так что при осмотре автомобиля обязательно посмотрите его на предмет ржавчины не только сверху, но и снизу. Кстати, осматривая эту машину с толщиномером, имейте в виду, что капот здесь изготовлен из алюминия. Поэтому, если ваш толщиномер может работать только с черным металлом, кроме прочерков на дисплее, он ничего вам не покажет. А крышка багажника выполнена целиком из пластика. Поэтому ее замеры вообще не имеют никакого практического смысла. Также стоит отметить, что для многих Infiniti, особенно это касается машин ранних годов выпуска для американского рынка, характерна проблема с облизанием хрома на внешних элементах декора. При осмотре подержанного экземпляра в обязательном порядке проконтролируйте, чтобы все замки на дверях у вас работали. Это касается их электрической части. Проверьте работу центрального замка. Отказ какого-либо из замков дверей, либо всей системы целиком на этих автомобилях нет-нет допопадается. Также имейте в виду, что если на финике, которую вы смотрите, обнаруживается неработающая кнопка открывания-запирания багажника, ничего страшного в этом нет. Ведь за открывание самой крышки отвечает совершенно другая кнопка. Чуть не забыли упомянуть про еще один достаточно важный компонент ходовой части, который на финиках первого поколения, это важная ремарка, не относится к вещам, которые ходят долго. И это тормозная система, к сожалению. Ресурс тормозных дисков на этих автомобилях, даже при не слишком активном вождении, в общем-то редко превышает 80-100 тысяч километров. Это если их не поведет раньше, после торможения в луже на перегретых тормозах. Ресурс колодок с 30 тысяч километров пробега для переда и около 40 для задних. Кроме того, эффективность этих штатных тормозов оставляет желать лучшего по отзывам многих активных владельцев. Сразу скажем, если вы покупаете эту машину только за внешность, и сами по себе не любите особо активно ездить и, соответственно, активно тормозить, возможно, вы даже не поймете, о чем мы сейчас говорим. Но если вам попадется подобный автомобиль, где предыдущий владелец уже поменял тормозную систему на тормоза от следующей генерации, то вам крупно повезло. Не придется заморачиваться с переделкой, которая на этом автомобиле будет далеко не лишней. Если говорить про какие-либо дополнительные моменты, на которые стоит обращать внимание при осмотре финика в первую очередь, то это, как ни парадоксально бы это звучало, передние сидения. На подобных автомобилях, особенно на дорестайлингах, салазки, направляющие, по которым двигается водительское и пассажирское сидения, не отличаются какой-либо особой прочностью. Поэтому большой вес предыдущего собственника вкупе с большим пробегом автомобиля вполне мог привести к такой ситуации, что сидение начинает в салазках болтаться. В особо запущенных случаях оно даже не в состоянии поддерживать прямолинейную траекторию движения. В ответ на нажатие клавиши электрорегулировки. Кроме того, свою лепту в прогрессирование подобного дефекта вносит и, в общем-то, достаточно полезная опция на автомобиле, связанная с тем, что при выключении зажигания водительское кресло и рулевая колонка у вас занимают крайние положения, облегчая вход и выход из автомобиля. Но, если вам повезло купить финик, у которого водительское сидение еще не люфтит, эту опцию, в принципе, можно выключить через меню бортового компьютера. Для этого нужно зайти в меню бортового компьютера автомобиля через кнопку «Сеттингс установки». Там найти настройки самого автомобиля и убрать соответствующие галочки на пунктах, ответственных за регулировку сидения и рулевую колонку. Ну и в завершении, на что следует обратить внимание при осмотре финика, помимо того, чтобы показания датчика уровня топлива у вас отображались корректно, есть за этими машинами подобная болячка. Также стоит обязательно проверить, насколько шумно у вас работает вентилятор отопителя салона, поскольку на этих машинах он имеет свойство выходить из строя. Сначала он начинает шуметь на повышенных оборотах, потом всегда, ну а в завершении, перед тем, как уйти в мир иной, он возвестит об этом очень противным и неприятным громким писком. Серьезный вклад в приближение кончины мотора отопителя на данных автомобилях вносит несвоевременная замена салонного фильтра. Поэтому, если вы смотрите Infinity, где вентилятор еще работает нормально, то есть не нагружает уже лишним гулом, но при этом из дефлекторов на последней скорости вентилятора дует еле уловимый ветерок, знайте, салонный фильтр нуждается в срочной замене. И чем скорее вы его поменяете, тем больше шанс, что не придется в последующем менять сам мотор печки. Теперь поговорим про двигатели, которые устанавливались под капот 50-го кузова. В данном случае мы имеем дело с максимальным мотором. Это V-образная восьмерка. Ее маркировка VK45DE. Этот мотор развивает 320 лошадиных сил и разгоняет нелегкий кроссовер до сотни за 6 копеечкой секунд, что очень и очень даже неплохо. Оборотная сторона расход топлива, который в городском цикле у вас вряд ли упадет ниже 20 литров на сотню. Имейте это в виду. Что касается самого двигателя, то в данном случае это V-образная восьмерка довольно проста по конструкции. Блок цилиндров здесь алюминиевый. По 4 клапана на каждый цилиндр. Привод ГРМ цепной. Причем цепь это настолько ресурсная, что практически всегда доживает до кончины самого двигателя. Единственное, нет-нет, бывает, начнет требовать замены гидронатяжитель цепи. Но в этом случае его можно поменять отдельно. Сама цепь растягивается на этих двигателях крайне редко. Также эти моторы не страдают задирами в том, что касается поршневой группы. Здесь все благополучно. Из систем, усложняющих конструкцию мотора, можно отметить разве что систему бесступенчатого изменения фаз газораспределения. Кстати, на V8 на финике стоят гидрокомпенсаторы, поэтому заниматься выставлением зазоров клапанов на этих двигателях вам не придется. Забегая вперед, скажем, что VK45DE это тот двигатель, который способен выходить порядка 400 тысяч километров пробега до первых признаков капиталки. Но только при условии хорошего и своевременного обслуживания. Меняйте масло раз в 6-7 тысяч километров и этот двигатель прослужит вам очень долго. Естественно, если вы будете использовать нормальные горюче-смазочные материалы и не лить в него 92-й бензин. Каких-либо характерных проблем для этих моторов, в общем-то, отметить нельзя. Все как у всех. Покупая подержанный автомобиль, обращайте внимание на то, чтобы двигатель был сухой. Передний сальник коленвала, задний сальник коленвала, так называемый коренной. Также обратите внимание, чтобы у вас не было подтеков масла по клапанным крышкам. Они здесь выполнены из пластика и при перегреве мотора они могут запросто потерять свою форму, после чего начнутся течи масла. А перегретые ВК-45ДЕ это практически стопроцентный кандидат на переборку, поскольку залегание маслосъемных колец может обеспечить еще больший масложор двигателю, который с новья мог потреблять порядка 100 грамм на тысячу километров пробега. То есть литр на 10 от замены до замены по дилерскому регламенту. Собственно, ради предотвращения перегрева имеет смысл контролировать состояние системы охлаждения. На этих автомобилях возьмите за правило минимум раз в год чистить межрадиаторное пространство от пыли и грязи. Кроме того, если вы смотрите подобный автомобиль в возрасте, не лишне будет убедиться, что оба вентилятора охлаждения у вас работают. Если пробег на автомобиле уже за 150 тысяч километров, вполне может быть, что один из вентиляторов у вас не работает. К каким-либо характерным проблемам двигателя нельзя отнести ни периодически выходящие из строя катушки зажигания, которые здесь индивидуальны на каждый цилиндр, ни выход из строя, например, датчик распредвала. Такое может случиться практически на любом автомобиле. Однако, покупая финик, вы должны взять за правило очень внимательно следить за уровнем масла, поскольку подавляющее большинство автомобилей на вторичном рынке, как правило, так или иначе масло едят. Вопрос только в том, в каких количествах. Исключение составляют те редкие экземпляры, где двигатель либо поменен на контрактный и поменен удачно на исправный мотор, либо где предыдущий владелец потратил немалую сумму на то, чтобы откапиталить двигатель. Но такой автомобиль по низу рынка вы точно не купите. Что касается младшего брата, объемом 3,5 литра на 280 лошадиных сил, это VQ35DE. Со всеми хорошо известными особенностями. VQ35DE также может быть замечен за подъеданием масла в случае, если предыдущий владелец этот двигатель перегрел. Он также цепной и весьма ресурсный. Однако гидрокомпенсаторов на моторе 3,5 литра нет. И, по задумке производителя, регулировка клапанов должна выполняться подбором толкателей каждые 100 тысяч километров пробега. Однако на практике это мало кто делает. И регулировка клапанов, если и требуется, то на существенно больших пробегах. Ну и в завершение нельзя не упомянуть про одну проблему, общую как для VQ35, так и для VK45. Это катализаторы, вернее катколлекторы. То есть первая пара катализаторов на этих двигателях расположена практически сразу в выпускном коллекторе. Вот они как раз и представляют опасность в случае, конечно, разрушения катализатора для цилиндропоршневой группы. И, как правило, удаляют их. А вторая пара катализаторов, которые находятся в выхлопном тракте уже под днищем, и которые никоим образом не угрожают состоянию вашей цилиндропоршневой группы, должна, по идее, оставаться на месте. Это избавит автомобиль от лишних звуков и излишней вони при работе. По нашим наблюдениям, на большинстве Infiniti, которые представлены на вторичке, катализаторы, как правило, уже давно вырезаны. Те автомобили, которые еще сохранили заводскую экологию, это, скорее, большое исключение из правил. Какой двигатель предпочесть, решать только вам. Оба мотора налоговые, причем разница в налоговой ставке на них не такая огромная. 280 и 320 лошадиных сил. По расходу топлива, трехсполовинчатый двигатель в городе, это при очень спокойной езде 16-17 литров на 100 километров пути V8 на 2-3 литра побольше. Однако эмоции он дарит совершенно другие. Да и едет Infiniti своеобразной восьмеркой куда веселее. Что касается коробок передач, на этих автомобилях устанавливались только обычные гидромеханические автоматы японской фирмы Jatka, пятиступки. В общем-то, коробка сама по себе неплохая. И при нормальной эксплуатации она способна выходить порядка 200-250 тысяч километров перед тем, как потребуется первое вмешательство. Причем, например, гидротрансформатор или гидроблок на этих трансмиссиях, как правило, нареканий не вызывают. Однако чрезмерно активное педалирование у любителей срываться с буксом с каждого светофора способно достаточно быстро и намного раньше срока в 250 тысяч километров приговорить на замену пакет фрикционов. И тогда ремонт этой коробки может встать в достаточно серьезную сумму. Если же вы купили Infiniti, где коробка передач находится в хорошем состоянии и исправно работает, поддерживать ее в таковом вам поможет регулярная замена масла раз в 60 тысяч километров пробега. Что касается ходовой части Infiniti FX, самый дорогой узел любой ходовки это, конечно, рулевая рейка. Рейка здесь выхаживает порядка 80-90 тысяч километров, после чего в ней уже может начать появляться люфт, который пока будет решаться подтяжкой, при условии, что рейка не потекла. Если на рейке обнаруживается течь сальников, то это уже стопроцентная переборка, либо, соответственно, замена на, возможно, контрактную, либо новую, в зависимости от того, что позволяет ваш конкретный бюджет. Если говорить о компонентах ходовой части, то, например, те же самые амортизаторы выхаживают на этих автомобилях порядка 120-130 тысяч километров до того, как попросятся на замену. Это, в принципе, неплохой средний ресурс. А вот ступичные подшипники на финиках ходят обычно значительно меньше, где-то 80 тысяч километров плюс-минус. Далее может потребоваться замена. При этом задний ступичный подшипник вы можете поменять отдельно, а вот спереди придется покупать уже всю ступицу в сборе, что удовольствие, кстати, не из дешевых. И чем меньше профиль резины, который стоит на вашем автомобиле, тем меньше будет ресурс этих самых ступичных подшипников. Что касается компонентов подвески с наименьшим ресурсом, это по традиции втулки и стойки стабилизатора, которые могут выхаживать в некоторых случаях не более чем 30-40 тысяч километров до замены. Рулевые тяги – это около 70-80 тысяч километров. При условии использования оригинальных запчастей про дубликаты, как обычно сказать, сложно. Ну и, конечно, не лишним при покупке автомобиля будет обратить внимание на состояние сайлендблоков в рычагах. А поскольку сзади здесь подвеска многорычажная, сайлендблоков довольно много. Поэтому смотрите внимательно, дабы сразу после покупки не загонять автомобиль на восстановительный ремонт ходовой части. Также при осмотре инфинити на подъемнике обязательно обратите внимание на то, чтобы не было большого люфта на крестовинах карданов – заднего и переднего. По задумке производителя, крестовина отдельно здесь вы не поменяете, и нужно будет менять весь узел в сборе. А передний кардан, особенно на автомобилях с мотором 4,5 литра, у некоторых особо активных водителей превращается, ну, если не в расходный материал, то, в общем-то, в довольно вероятного кандидата на замену. Что касается задней подвески, про то, что нам многорычажное сказали, про большое количество сайлендблоков сказали, проверить сальники заднего редуктора на отсутствие течи – это, само собой, разумеющееся, что нужно сделать при покупке. А вот что надо иметь в виду, покупая подобный автомобиль, так это то, что подобно Маздам развальные болты на финиках очень часто закисают. Поэтому, если вы покупаете автомобиль, и у вас есть подозрение, что эти болты, возможно, не открутятся, перед тем, как заезжать на ремонт ходовой или сход-развал, запаситесь ими заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и поездок на такси в магазин за запчастью. Что касается системы полного привода на финиках, то, в принципе, в целом, она сама по себе достаточно надежна, убивает раздаточную коробку на этих машинах в основном чрезмерно активной ездой, и также любители стартовать с пробуксовкой на всех типах покрытия. Что касается схемы полного привода, то здесь основной привод у нас задний, и передняя ось подключается в работу по требованию при пробуксовке задней, что, в общем-то, делает автомобиль по характеру своему больше заднеприводным. Соответственно, под добавление газа финик красиво забросит хвост в повороте. А потом, если вы будете держать педаль ровно, путем переброски момента на переднюю ось сам себя практически и вытянет. Со стороны будет очень красиво, ну, а по ощущениям, довольно интересно. По мне, так это куда более интересная схема, чем более традиционная, передние ведущие, а задние подключаются в работу по требованию. Кстати, замена масла в раздаточной коробке, а также в редукторах, должна осуществляться где-то раз в 60 тысяч километров пробега. Это также существенно продлит срок службы ваших агрегатов. Итак, какой же, собственно, вывод можно сделать под всем вышеизложенным? Если говорить про Infiniti с позиции, можно ли рекомендовать подобную машину в покупке или нет. Если вы ищете полноприводный высокий автомобиль, что называется, для дома, для семьи, и не планируете вкладывать в машину деньги в процессе эксплуатации, то, скорее всего, подобный экземпляр не для вас. Вас не устроит ни чрезмерная жесткость подвески, ни большой расход топлива, ни, в общем-то, чисто номинальный багажник, который можно увеличить лишь слегка, изменив угол наклона спинок заднего сидения. Однако, если в автомобиле вы цените, в первую очередь, уже непрактичность, возможно, вы покупаете автомобиль, потому что когда-то мечтали о таком, или вы имеете возможность содержать вторую машину, то в этом случае, конечно, радость от обладания и управления автомобилем с тяговитой V-образной восьмеркой перекроет и расход топлива, и об объеме багажника вы, скорее всего, тоже не задумаетесь. В принципе, в этой машине нет ничего страшного. Однако, стоит предостеречь желающих купить подобную машину по низу рынка. Реставрация полностью убитого финика этой генерации – занятие весьма и весьма затратное для очень финансово подготовленных людей. Поэтому при поиске подобного автомобиля постарайтесь, хоть и за большее время, найти более дорогой, но при этом ухоженный экземпляр от такого же, как вы, фанатика именно этой машины, который продает ее, скорее всего, потому что пересел на более свежий кузов. В противном случае, сильные эмоции, которые способны подарить эта машина своему владельцу и водителю, очень быстро могут смениться не менее сильными, но со знаком «минус» при виде очередного счета с СТО за ремонт. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших роликах далее. А также, если вы владели или владеете фиником в 50-м кузове, проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем с нами поделиться, или, может быть, в чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, ищущим подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.